Военная обстановка в Сирии 10 июля 2018 года 9 июля отряды сирийской армии при поддержке российской военной полиции вернули под свой контроль все позиции боевиков в районе сирийской и орданской границы к югу от города Дыра. Таким образом, сирийская армия полностью окружила оставшихся в городе и его окрестностях позиции боевиков. 10 июля в данном районе продолжились проводимые при поддержке России переговоры между правительством и боевиками. Однако, если группировки боевиков откажутся сдаваться, их ждет военная операция, которую будет тяжело отбить. Таким образом, несмотря на истерию крупных СМИ, а также неоднократные антироссийские антиправительственные высказывания со стороны представителей так называемой умеренной оппозиции, у боевиков есть мало вариантов, а также время на их обдумывание. Единственный участок сирийской и орданской границы в провинции Дыра, который контролируют боевики, расположен на занятой ИГИЛ территории восточно-оккупированных Израилем Голландских высот. Ожидаемая операция сирийской армии против ИГИЛ и Хаят Тахри Рашшан, который пройдет к востоку от Голландских высот, уже вызывает озабоченность руководства Израиля. 9 июля министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил о том, что его страна жестко ответит на любые попытки сирийской армии войти в демилитаризованную зону в районе Голландских высот. Его заявление последовало после авиаударов, которые ВВС Израиля нанесли в ночь на 9 июля по авиабазе Т-4 в сирийской провинции Хомс. Сирийские военные заявили о том, что их войсками ПВО были перехвачены несколько ракет, а также подбит израильский боевой самолет. Военные признали то, что несколько ракет поразили базу. Израильская сторона отрицает то, что какой-либо из ее боевых самолетов был подбит. Крайне вероятно то, что Тель-Авив воспользуется операцией сирийской армии против ИГИЛ и Хаят-Тахрир-Аш-Шам для того, чтобы обвинить Дамаск в нарушении соглашения о зоне разъединения 1974 года и нанести новые удары по правительственным войскам. Однако малое количество ударов не сможет изменить стратегическое положение на данной территории и помешать сирийской армии отбить ее. Между тем, в той части провинции Дыра, которая прекратила сопротивление, боевики сдали очередную партию вооружения, в том числе не менее 11 противотанковых ракетных комплексов ТАУ, дюжины ракет Фагот болгарского производства, несколько модернизированных ракет Малютка, две зенитных самоходных установки Шилка, четыре БМП-1, семь танков, а также другое вооружение и технику. На севере провинции Латакия боевики провели очередную атаку на позиции сирийской армии из так называемой «Зоны ответственности Турции» и «Длибской зоны деэскалации». Атаки подверглись правительственные войска в районе Туркоманских гор. Сирийская армия не утратила какие-либо позиции, однако по информации источников лояльных к правительству, потеряла нескольких бойцов убитыми или ранеными. Подконтрольные боевикам часть провинции Идли постаются оплотом Хаят Тахрирашан, бывшая сирийская крыла Аль-Каиды и других группировок радикалов. Данные группировки ждут своего череда в текущей антитеррористической операции Альянса Сирии, Ирана и России. 9 июля президент Сирии Башар Алясад вновь обозначил то, что Дамаск освободит территории всех сирийских провинций, вне зависимости от того, кто их контролирует. Альянса Сирии Башар Алясад